Здравствуйте! Сегодня бы хотелось проговорить фрагмент из следующего практического занятия — это тайна кармы. По-простому, почему человек никак не доходит до результата конечного, а постоянно попадает в цикл повторяющихся событий. Потому что еще из детства, из семьи, когда он родился в определенной системе, там от него требовали, постоянно что-то ему нагружали, его наказывали, он испытывал чувство вины, и для него счастье, и для большинства сейчас людей счастье ассоциируется, когда он что-то сделал, его потом отымели, наказали, он получил облегчение, то есть он получил прощение, и в итоге вот это вот считается счастье, облегчение. До следующего цикла, пока он опять не накопит в какую-то в себе вот эту чашку агрессии или невроза, сопротивления. Он умеет что-то делать, а он хочет делать другое, и не рассказывает, как его зовут. Я сказала делать это. Мама сказала, значит, так оно и будет. Папа сказал, папа, потом дети из дома, да, все прочее. Значит, человек, ребенок как-то для себя это все объясняет. Потом он себя наказывает за то, что взрослые его не любят. Потом он куклица и нарабатывается определенного качества, модель поведения, или приспособа, или я пошел биться в садике, гиперактивность называется, и ждет прощения. Когда мама подошла, или папа подошел, сказал, поехали туда-то, или пойдем, или на те конфеты, то неслыханное состояние облегчения, которое порождается временем страсти, или эмоции, или желание познать физическое чувство. Вот откуда это живет. Женщина-то королева. Заложена, потому что только у королевы принц может быть рядом, или король. Но если она убогая, какой же ж король-то там родится? Она ж его высосит и мешочек с костями выплюет. Одни ж бабы еди. Дайте, дайте, дайте. Королева не опускается до этого, она скоростью управляет. Она понимает, где и что нужно вовремя сделать, чтобы с достоинством быть. И никогда не плюет тот сон. Потому что знаешь, что в колодец плюнешь, оттуда еще водиться надо будет. В продолжении разговора про карму, если посмотреть, как это работает на схеме человека, мы пойдем сверху вниз, у человека всегда есть замысел. Замысел возникает, потому что есть причина. Причина — это всегда желание. Что-то человек захотел. Желание всегда идет из прошлого. И идея всегда возникает из прошлого. Взятое из прошлого идея зарождает импульс в будущее для того, чтобы со временем распаковать и прийти к новому положению вещей. Изменить пространство. Изменить пространство, прийти к новому положению вещей, к тому, что хотел. Как правило, желание у нас не наше. Идем мы не к тому, чего хотим на самом деле. Замысел. Когда человек что-то замысливает, у него есть своя система ценностей со своими догмами, со своей философией, которая включает конкретную роль, и эта роль запускает уже действие. Роль действует на дистанции. По состоянию человека можно понять, что он из себя, в принципе, представляет, считать его состояние. В каком плане? Чем более высоко моральный человек, чем более сильный, и есть какие-то собственные результаты, тем он менее эмоционален, у него нету защитных реакций, агрессии, либо приспособленчества. Непонятная, простая, достойная позиция. Всегда озвучиваются своими положениями, еще чего бы хотел. Предложения всегда корректные, емкие, без каких бы то ни было давлений. И нет манипуляций, самое главное. И четкая доступность. Мне нужно то-то, то-то, то-то. Я готов делать то-то, то-то. Вечно недовольный человек, сам собой, требующий наказание, он навсегда станет тогда в чужой системе, потому что он все силы тратит на сопротивление. Весь мир богатых и бедных поставлен только на сопротивление бедных. А богатые только его поглощают. Поглощают энергию. Если материя это тело, то наша генерация, внутренние намерения, импульс вырабатывают энергию, силу, которая что-то делает, что-то меняет в этом пространстве. И вот почему говорю, слово «все» должно иметь всегда в вашем лексиконе продолжение. Все идет как нужно мне. Всегда должно быть векторное развитие. Идем вот туда, все договорились, договорились. То есть ребенок всегда должно быть движение. Как только все, система переворачивается, все инциденты выходят на поверхность, сознание уходит в небытие, в память. И разворачивается картина маслом. Все, что было недоделано, недоработано, все инциденты из прошлого, он переворачивается, и мы тут видим.